Программы развития уже успешно осуществлялись в Восточно-Казахстанской области и ныне реализуются в Мангыставской и Казалардинской областях. Шимкент является одним из 15 пилотных городов, в котором планируется осуществлять проекты в городской инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и транспорте. Я вижу, что Шимкент большой и очень динамично развивающийся город, очень большой потенциал. Я думаю, что у Шимкента очень большое будущее. Но в том случае, когда имеет место очень бурное развитие, то это может иметь последствия для окружающей среды. Именно поэтому мы приехали сюда, чтобы обсудить с областным руководством и соответствующими ведомствами то, как при таком бурном экономическом росте не нанести вред окружающей среде. И в то же время содействовать вовлеченности в экономические процессы других категорий населения, так называемых уязвимых групп и развитию малого и среднего бизнеса. Южно-Казахстанская область сходит в реализацию совместных с ООН-проектов не с чистого листа, а в достаточной степени подготовленной. Так разработан комплексный план энергосбережения области до 2020 года. А это подразумевает и большую работу в сфере энергоэффективности. Было подписано соглашение между Акиматом области и городом и компанией Шимкент-Цемент об энергосбережении и повышении энергоэффективности. В итоге предприятие приняло на себя обязательство о снижении энергопотребления на 15% в течение пяти лет. Что касается транспортной сферы, проводится плановая работа по обновлению пассажирского транспорта. В 2013 году приобрели 182, а в 2014 году 61 новых автобусов. А в 2015 году приобретены 200 городских автобусов, которые используют в качестве топлива комплинированный газ. В настоящее время также проводится работа по приобретению дополнительно еще 200 автобусов. Аким Южного Казахстана заверил, что в области со всем вниманием рассмотрят предложения гостей по реализации программ, а в завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!